Итак, руки, которые, в общем-то, и завершают общее положение стойки. Никаких утрированных, стилизированных стоек применять в данном стиле рукопашного боя не следует. Никаких стоек каратешных, но это априори исключается. Более-менее подходит в этой ситуации боксерская стойка, классическая, но опять же, с маленькими нюансами и с маленькой нивелировкой. Вспоминаем классическую стойку англо-американского бокса, но во всяком случае любительский вариант. Левосторонняя классическая стойка. Ручки, ведущая ручка у подбородка, левая рука выдвинута вперед, плечо поднято, голова прижата к левому плечу. Все прекрасно, учтено практически все, но учтено для спортивного ведения боя и боя в перчатках. Безусловно, поднятое левое плечо, прижатая голова к плечу, очень хорошо защищает от удара бокового правой перчаткой. Создает более-менее жесткую структуру. При ударе в перчатках, опять-таки напоминаю, и на ринге. Опять-таки с учетом, что там не присутствуют удары ногами, удары ниже пояса, удары сзади, сбоку и так далее. Поэтому данный вариант стойки тоже надо нивелировать. Оптимальный вариант для универсального боя. Плечи опущены, стоим в стоечке, ноги стоят как положено. Мы развернулись оптимально удобным углом противника условно. Это универсальный вариант. Кто-то может вообще встать вот так. Кто как действует, у кого как заточена техника. Очень много людей становится вот в такую стоечку. И работают вот с этой позиции. Но универсальная, базовая модель, если можно так сказать, это вот такая стоечка с небольшим разворотом в сторону атаки. Потому что мы в реальном бою должны предвидеть все варианты и все векторы атаки. Это из фронта, это из боку, это из тыла. Поэтому такая позиция дает нам возможность реагировать на все стороны. И так, плечи опущены. Принимаем базовую стоечку. Руки чуть согнуты в локтях. Открытые ладонью. И при этом ладони мы держим вот где-то вот в таком положении. Не вот так. Не вот так. То есть опять-таки, никаких стилизированных стоек спортивного варианта. Вот где-то приблизительно вот такая стойка. Для чего? Чтобы мы могли из этой стойки, во-первых, атаковать любую секунду, если требует боевая обстановка, и кулаком, и ладонями любой части. И производить блоки защиты. И защиту как на верхнем уровне, так и нижнем. Поскольку в окопашном бою присутствуют любые удары. И удары ниже пояса, и удары ногами. И с такой стойки боксерской, которая ориентирована больше на защиту голову и максимум корпуса до пояса, мы можем не успеть адекватно среагировать. То есть стоечка должна быть такая, которая обеспечит нам отбив в верхнем секторе, в среднем и нижнем. И защитить срединную линию. Такое положение ладоней, еще раз повторяюсь, нам обеспечивает возможность ударить и кулаком, и ладонями, производить захваты, если надо, и производить удары в любой плоскости. Опять-таки, ладонью кулаком. Захваты. Захват головы. Захват для броска. Захват для подсечек. И так далее. То есть это более-менее универсальный вариант. Ладони обращенные несколько вперед. И положение рук, которое обеспечивает защиту срединной линии, защиту головы, защиту пала. С минимальными лишними телодвижениями. Вот что касается рук. Теперь перейдем к краткому рассмотрению некоторых нюансов уже ударного характера. Продолжение следует...